Ребятушки, всем привет, всем доброе утро, всех вас целуем, любим до луны и обратно. У нас видео чуть-чуть с запозданием выйдет, а сегодня вот 23 февраля, сегодня у нас праздник. Всех присоединяемся, поздравляем, присоединяемся к тем поздравлениям, что вы прислали, и Эдику, Эдик служивший у нас. Да, всех защитников, их семьи, всем здоровья. Праздник серьезный, особенно по нынешним сейчас временам, так что Эдика поздравили, и Тимура поздравили. Эдик у нас срачисткой занимается, он прям вот это дело обожает, снег вынести, вынести его на улицу, если допустим снега много, но в этом году снега нету столько. А то он вот там в ванны какие-то, что-то куда-то в ведра насыпает, выносит, ну в общем, он кайфует от этого. Я, говорит, выхожу, свежим воздухом дышу, мне это дело нравится. Может здесь солью посыпать? А мне, мне кажется, соль еще хуже делает, вон там растет сквозь. Да? Да, ладно. Машину-то чистила или она сама все упала? Сама вот эта пошла. Че? Ну че, сейчас все не дели. А, в доме? Нет, этот, сейчас, вот, со скребатик. А. Так, ребятки, у нас тут нежданно-негаданно пришла вот такая вот посылка. Пришла она от женщины с претензией. Отходи же, от моей подружки. Многие знают, конечно, что это за канал, а кто не знает, девчата, канал называется «Женщина с претензией». Посылочка пришла из Чечни, город Аргун. В общем, она подготовила подарок Эдику на день рождения. Вот. Конечно же, она ничего не сказала. Это они с Тимуром там списались, переписывались. Ну, Тимур у нас такой, как партизан. Если ему сказали что-то не говорить, он и говорить ей не будет. И, в общем, Алина привозит. Это, говорит, Тимур папе передал. Это, говорит, отходи же. Звоню Тимуру, он, говорит, так и так. Это Хадижа, говорит, выслала посылку. Это, говорит, папе на юбилей. Но, говорит, посылка чуть пришла с опозданием. Ну, и получается, что вот эту посылку Эдик получил на 23 февраля. В общем, тут как раз и на 23 февраля. И как раз на этот, и на юбилей Эдика. Ну, Хадя, ты неугомонная. Вот ты даешь, а. А почему? Ничего, мы даже понятия не имеем. Что там, как там. Так. Я тут уже заманчиво. Чемоданчик какой-то интересный. Ага. Так. Ну-ка. Так, а что это такое? Нарды, что ли? Нарды, шашки, шахматы. Ух ты, что это? Что это? Это набор шашлычника. Это все набор шашлычника. Так, это для рыбы. Вот это? Да, это рыбу, видать, ложить вот так и рыбу жарить. Так. Это шампура. Да, крепкие. Ух ты, жесткие такие. У нас есть шампура, но такие. Кусок мяса повесил, и он там весь взрывается, болтается. Вот это, Хадя, ты даешь. Четыре. Пять. Шесть. Шесть шампуров. Вот это королевский набор. Ничего себе. Кинжал, блядь, какой. Так, ну доставать не будем, потому что нельзя этот, просто так доставать его. Да? Да, это, что-нибудь будем резать, такое, и уже тогда я его достану, этот, нельзя на Кавказе, просто так доставать нож из ножа. Достаешь, значит, по делу? Если достал, надо, нет, надо уже и по делу, и надо уже где-то кровь пустить. А ну-ка, что там написано? Дагестан. Дагестан, город Кизляр. Ну, Дагестан, этот, как, знаменитый своими, ну, железными изделиями, ну, в смысле, вообще, вот своим металлом. Вот это ты, Хадя, даешь, и все втихаря. Вот это подарок, спасибо тебе огромное. А то это на топоре, глянь, этот орел нарисован. Кавказский орел. Вот это да. Вилочки, стаканчики. Вилочки, шашлычок есть. Как же, ну, шесть человек. О, гляньте, я такое не видела. Это, походу, когда вот этот шашлык пожарил, и вот так вот ложкой, чтобы... Сошкребать. Сошкребать, да, за его шампуров. Так. Так, а это, если я не ошибаюсь, я не должен ошибаться. Это, знаешь, что... Это вот, если у тебя этот, ну, не, как сказать, ну, куда-то выехал, и вот это вместо, как бы, мангала... А, точно, вот они, две штуки, точно. А металл такой хороший, прям, ну, вот такой вот прям. Это в землю вбивается, и вот как раз для этих... Короче, дорога, как дорожный мангал. Если мангала... А у нас мангала пока и нету. Так что, Эдик, имея такой набор, имея такой набор, уже скоро весна, скоро будем, этот, жарить шашлыки, скоро потепление. Так, а это что такое? А, это открывалка, да? Открывашка. Может, небольшой. Ну, такой вот, как это называется. Ну, тоже по делу, короче. Короче, ты теперь обязан научиться жарить шашлык такой, вот именно прям шашлык, чтобы он не был либо пересушен, либо не дожарен, как у нас обычно было. У нас такой шашлык вечно... Мы начинаем прям с энтузиазмом, а заканчиваем, фиг поймешь, что на сковородке дожариваем. Не, ну, за все время было так месяц. Ну, было несколько раз, прям шашлык был убойный. Было такое, было дело. Глянь, тут документы и паспорт. Паспорт разделочного ножа. Да, разделочный нож его эти. Так, это все у нас крепится сюда. Это мы все прикрепим, как положено. Так. Набор для пикника. Ага. Поселок Тарумовка. Этот, как его, шашлычок в что складывать, подносик, фляжечка. Короче, обалдеть. А вот эти, наверное, штуки тоже такое, вижу первый раз точно. Вот так, если куда-то по-быстрому, а мы, бывает же, на речку, у нас же речка здесь, мы на речку выезжаем. И этот, и вот, вот это как раз в тему будет. И шампура такие хорошие, прям, ну, вот, как по сравнению с нашими этих, слышишь, мы тогда, давай шампу, ну, такие брали одноразовые. Ну, в общем, самые дешевые. Бывает, мясо этот провиснет на них, ну, от того, что они тоненькие. И чемодан какой обалденный. Ну, че, как тебе подарок? Ну, даже нет слов. Да, под этот набор надо. Хороший мангал теперь. Ну, в общем, к весне теперь есть цель. Там у меня знакомый есть сварщик. Он сейчас на вахте. Как раз с вахты приедет. Сварит нам мангал, да? Сварил, да. И в таком же стиле. Да, да, да. Ля, не для рыбы. Вот это у нас как раз барбекюшница есть для мяса. А вот так вот рыбу целиком положить. Ну, короче, блин, Хадя, огромное тебе спасибо. Так, Эдик, все, как первый шашлык жарим. За Хадина здоровья. И вот тогда как раз я его достану. Нож, да? Да, пробуем его. Спасибо. Да, вот это мужской подарок такой. И как один рождень, и на 23 февраля, да. Да, подружка моя, ну ты даешь у меня. Ты меня все время удивляешь, удивляешь, удивляешь. И меня, и мою семью. Спасибо тебе и за Эдика. Вот мы дружим мы с тобой, да. Ты и мне делаешь всегда приятное. И Эдику делаешь приятное. Спасибо тебе большое. Да, Эдик, вот это ты теперь. Обладатель. Обладатель. У тебя такой атрибутики-то и не было особо никогда. Ну, теперь ты все, так что давай. У меня много чего не было и на день рождения, и на 23-е. Вот потихоньку обрастаю железом. Да, да. Этот. Ну, короче, все, скоро вот сейчас март начнется. Уж для меня весна, это когда начинают вот чирикать птички на всех голосах. Вот тогда я весна, тогда мой организм просыпается, пока еще весну я не чувствую. Ну, и сейчас какие первые потепления, и начнем жарить шашлычок. Вот. Хотя редко у нас, конечно, получается. За тот сезон, ну, тоже раза 3-4. Все же некогда, все этот. И то детей ждем, то этот вот как-то пожар. То соберемся, дождь пошел. Ну, в общем, у нас как шашлык, вечно как-то что-то получается все не так. Здесь тоже вот такая вот красивая золотилька, золотишка. Углы. Углы, да. Этот, все на застежечках тут. Ну, короче, все. Ты настоящий кавказский парень с таким набором. Так что, ребятки, вот такие вот дела. Приятно, конечно, ничего себе. Не то, что приятно. До небес приятно, что это кто-то о тебе помнит. Ну, вообще, самое главное, это внимание. Понятно, это тоже денег стоит, ну, что человек вот так. Я ей сегодня говорю, Хадя, вот это ты даешь. Ты что, как ты думала, что я своего, мы же называем друг друга сваты. А почему сваты? У нее два сына маленьких. И она все говорит, камку заберем вашу, камусю заберем в невестке. И вот это мы прикол такой поймали. Ну, а чем черт не шутит, да? Вот вроде бы сейчас шутим-шутим, да, Эдик? А как там получится этот? И мы называем сваты. Она говорит, ты что, думала, что я своего свата без подарка, что ли, оставлю? Я говорю, да я вообще даже и близко ничего не думала. Ну, в общем, вот такая у меня Хадя обалденная. Так что, ребятки, вот так. А мы во всем работаем, я работаю. В общем, смотрите, это все ваши посылки. Но в связи с праздничными днями они тронутся в субботу. В субботу, да, будет послезавтра. В субботу будет отправка. А мы в субботу же уезжаем на рынок. И я договорилась с нашей почтальоном. Она говорит, привезите мне в пятницу вечером. Я, говорит, почту открою, хотя почта закрыта. В почту, говорит, в пятницу выгрузите. И в субботу я уже их пущу на отправку. Так что ждите. Я думала, я почему-то думала, что это 24-го будет рабочий день. Оказывается, нет. Так, а тут, ребятки, привет всем. Это уже видео с сегодняшнего дня. Тут у нас повариха одна есть. Дочь моя. В общем, она нам жарит панкейки. На завтрак. Она говорит, завтрак буду готовить я. Я говорю, ну окей. Вот, сейчас сегодня еще один поваренок приедет. Тимур. Тимур, скорее всего, тоже сегодня будет что-то готовить. Но я достала вообще фарш на разморозку. Я думаю, что, наверное, сделаю манты. У нас тут что? У нас тут борщ. Уже мы доедаем. А в той кастрюле, Алина, что? А, в той кастрюле там макароны чуть-чуть. И, в общем, надо сегодня что-то готовить. Но фарш под вопросом. Если Тимур приедет, тоже что-то будет готовить. Тогда мы это делаем. Ну, можно, в принципе, сделать. Если вечером буду свободно. И можно будет заморозить. Это у тебя не оладьи, да? Это ты на сухой сковородке жаришь? А что за рецепт-то, ну-ка? В рецепт я добавила сметану, 2 яйца, сода, сахар и мука. А масло добавляла тесто? Ну, короче, она без масла их жарит. А то оладьи, они же такие жирные обычно. Ну, в общем, все, дети подросли. Алина тут у меня уже пришла с утра и уборку сделала. И посуду намыла. И, в общем, все у нее тут тип-топ. Так что можно сегодня к кухне особо не касаться. Ну, только вот. Ага, красота. Красивенькие получились. С чем будем? У нас там и варенье есть. Кстати, вот варенье, то, что Оля высылала, варенье с севера, все вкусное. Ну, от морожки я просто была в полном восторге. Морожка это вот это светлое, что... Да, очень вкусное. Так что... Ну, давай, сейчас завтрак накрывай. Кому там чай, кому чё. В обед борщ доедим. Ну, и будем что-то вот думать с фарша. Может, Тимур нам что-нибудь сегодня вкусненько приготовит. О, хорошо. Я только... Я панкейки никогда не делала. Всегда делала именно оладьи. А оладьи, они такие вот прям жирные-жирные. В масле прям плавают. А это прям хорошо, глянь. Симпатяшки получились. В общем, помощники подросли. Сейчас кому всё бы ещё всему этому научить. Кому всё у нас королева лежит. Утром проснулась. Что-то походило, походило. Ну, и всё. Телевизор включила. Телефон. Ну, сейчас я её с этого состояния буду выводить. Пока Алина дома. Праздники же они дома будут. И Тимур сегодня приедет. И этот... Это выпадет до понедельника. Каждому в понедельник только вам будет отучиться. И её буду с этого состояния выводить, чтобы уроки с ней сделать пораньше, чтобы не в последний день, как мы обычно в воскресенье делаем.